Четыре человека. Это потому что на этапах так положено было, да? Так, ну что было самого сложного в сегодняшнем? Переправа, да? Переправа, потому что вы застревали и вам мешали вот эти всякие там... Да, при пятце весели на середине дороги. При пятце дня взрослых включала и младшим детям. Переходите. Ощущение страха, потому что вот следующий участник, один из участников команды, следующий, второй за вами, которая шла, у него прям, ну, такое состояние шоковое было. У кого-то из вас был такой вот страх, прямо вот, который невозможно было победить, нет? Нет, у нас были просто похожие соревнования. Не первые соревнования, поэтому нам покажет. То есть вы уже профессионалы, можно сказать, да? А что значит не первый, но именно в слете Терзуола вы первые, да, принимаете участие? Да. Где еще? У нас было соревнование, мы присоединили Украину в Австрии. И в этом году едем. А что было за соревнования, расскажите немножко, что там, какие там нужно было проходить этапы, что-то от такого плана тоже, это было... Нет, там было все равно проще, там нужно было накачать воду, связаться с луков, ставить пожарные поселения, перепрыгнуть через заборчик, и гроз, да, было. То есть это спасателей, да, каких-то тоже было, связанное с чем-то, с МЧС? Ну, когда в том году в Одессе соревнования были похожи на эти, но там было все в меньших масштабах и намного проще. И там мы спасали, то есть не настоящего человека, а спасали маникена. И там было несколько этапов, на море были заплывы, ну, примерно то, что мы сейчас демонстрировали. Были этапы, когда нужно было перевести человека на носилках, тоже был спуск, и было у нас... Нужно было оказать первую медицинскую помощь и химзащиту было. Вы в этом составе своей команды всегда, либо в этот раз у вас что-то изменилось? Нет, это половина нашей команды, вторая половина заступается в нашу штормную школу. Ага, то есть вы так хитренько разделились, понятно. У нас еще половина, часть нашей команды ездила в партек, там тоже проходили соревнования. И что вы там заняли? Четвертое место, ну, там из всех областей. Вот, там было по кофе, просто в меньших масштабах, а так на здание по кофе. А то, что нужно было по стенке подняться до вот этой красной отметки, по этим уступам, как вообще вот этот этап вам? Я так поняла, что вы не справились никто, да? Просто переправы, руки уже, да, болели. Да, потому что вытаскиваешь людей, еще там, когда застрелят, придется тянуть, и руки уже слишком суставшие, чтобы подниматься на верх. Понятно. Ориентирование спортивное понравилось вам бегать, искать? Понравилось, но просто, или так, флажки там были яблые, несколько раз падали. Ну, это уже такие издержки производства. Какие выводы сделаете для себя из этого такого вот самого сложного, да, как я понимаю, испытания для вас, для профессионалов? Что нужно делать? Вообще вот внимательно, вы вообще команды сами внимательно слушали, или вам казалось, что вы уже профессионалы, вы и так немножко там... Мы слушали внимательно, потому что масштаб был большой, поэтому прислушиваться всегда нужно, несмотря на какие соревнования и что. Потому что мы не такие уж прям профессионалы, чтобы... То есть по сравнению с Торжеву, мы сильные команды, мы просто как новички. Да. То есть у нас нет никакого такого большого опыта за спиной, но поэтому мы слушались, мы хотели сделать то, что нам говорили. А вообще, в принципе, сам такой здоровый образ жизни, спортивный образ жизни, как вам кажется, он пригождается вот в такого рода испытаниях и вообще в жизни, в принципе? Мне кажется, вот то, что мы сегодня делали, это нужно попробовать всем, потому что тот экстрим, это просто как бы поддержка всех, то есть собраться вместе, это море впечатлений. И после того, когда ты уставший, просто так море, и просто уже эмоции передают. Угу. Хорошо. Последний этап такой завершающий, у вас будет это... Нужно будет разжечь костер, вскипятить чай, да, насколько я понимаю? Воду. Воду, воду, да? Угу. Но вы как-то вообще репетировали перед тем, как вы сюда вот пришли что-то? Один раз, но не в том составе. У нас заболело два человека, поэтому как бы... А условия какие? Нужно это будет сделать с использованием огня, или вообще там, я не знаю, истекать из лупы какой-то? Нужно будет найти, что-то есть, строить, построить сам костер, подпалить, то есть с первого раза получается в том, что ветер. Угу. 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 А специально выбирать правильный курс, чтобы быстрее закипела вода. Угу. То есть ближе к огню, чтобы там жар больше, поэтому, чтобы она быстрее закипела. Угу. А основная часть девочек это подкидывать, правильно подкидывать палочки, чтобы... Meerfsho, пусть Угу. Угу. Aunque... Угу. Угу. Хорошо. А вы, вообще, в своей обычной жизни не соревновательной ходите в походы? Угу. с родителями, может, с друзьями, или такого нет? Бывает? Да, мы несколько, когда я была лично в походе, 4 раз поднималась на ход. Буквально сегодня мы предложили нашему тренеру пойти делать поход в горы на неделю после учёбы. Здорово. А вы вообще о Терзуле что-то знаете? Вас как-то подготовили, да? На этой неделе у вас были занятия, я знаю, в музее, может, вас водили? Все ему не были, но лично, мы знаем, он был высокий, как бы, покорил вершины многих гор и у него все 8 тысячи. Да. И у него была большая мечта посетить все горы, но у него осталась опять одна гора на его покорение, и так получилось, что они покорили. Да, он её покорил и... Не вернулся. Не вернулся. Да, ну хорошо, молодцы, что вы так информированы. Ну, я благодарна вам за то, что вы были сегодня такими молодцами. Никто из команды не, так сказать, не откололся, не спасавал. Это было сложно, было видно, что вам тяжело, но вы большие молодцы. Вы первые были. Первым всегда сложно. Всё.